Джарвис, ты здесь? К вашим услугам, сэр. Включи зажигание, проверь все системы. Есть. Загружай, сэр. Загрузи панель управления. Ну, как дела? Я загрузился, сэр. Мы подключены и готовы. Можем прогуляться. Готов запустить двигатель и произвести калибровку всех систем. Запускай двигатель и убедись, что все работает. Как пожелаетесь. Проверка завершена. Диагностика систем в норме. Узнай прогноз погоды и трафик в городе. Для реальной прогулки пешком есть ограничения на передвижение в связи с пандемией коронавируса. Джарвис, не можем ходить, будем ездить. Готов? Три, два, один. Ю-ху! Сэр, превышение допустимой скорости. Впереди камеры фиксации. Есть вероятность административного взыскания. Ладно, зануда. Сбрасываю. К тому же у вас закончилась жидкость омывателя. Возможно, проблема в случае объединения. Ну так залей. Извините, сэр. Это придется сделать вам. Чарвис, активируй систему удержания в полосе и адаптивный круиз на 120. Системы активированы. Приятного полюбуса. Привет, друзья. С вами Александр. Вот такое сегодня замутил я начало этого ролика. Ну, интересно было, как бы, сделать такое что-то подобие, значит, айронмена, да, железного человека. Ну и плюс я хотел показать, что машина, Skoda Kodiaq, она весьма технологичная. Очень технологичный автомобиль. Вот у меня уже он больше года. И я каждый раз что-то новое узнаю. Думаю, ну как они вот так вот могли сделать. Ну как вот, в смысле, в хорошем смысле. Какие-то помощники, какие-то. Ну, в общем, шикарно. И поэтому я сегодня хотел два момента затронуть. Вот про климат немножко рассказать. Особенности, потому что они есть. То, что создает, значит, вот такой комфорт, микроклимат вообще в автомобиле. Потому что в нем, в Skoda Kodiaq, ну прям чувствуешь себя шикарно. То есть, вот именно вот эта зонность такая, атмосферность, я не знаю. Именно по той причине, что она напичкана всякими датчиками и электроникой. Как-то вот там меня натолкнуло на мысль сказать про этот, про климатроник. Хотя я уже как-то там рассказывал про автоматическую рециркуляцию. Но тем не менее, был обзор, ну точнее, отзыв от владельца Андрея Хавейл F7. Там я расспрашивал, как, чего. И там он рассказывал, что в автомате климатическая система в F7 там работает как-то не очень. Запотевает стекла. Бывает, приходится вручную немножко добавлять там обдув и так далее. Ну, я у него спросил, ну точнее, сказал, что, видимо, датчика влажности воздуха у него нет. Ну и тут же какой-то комментарий, значит, о том, что ха-ха-ха, типа подколол. Да и у тебя нет никакого датчика влажности и так далее. Что ты типа там заливаешь. Климат, ну, вот у меня Мазда была. Мазда, мне кажется, лучше в авторежиме. Я там нажал один раз авто и больше не трогал. Здесь он, в принципе, тоже нормально работает. Но когда дождь и сырость, он потихонечку начинает все-таки запотевать стекла лобовой. Приходится обдув включать. А, видимо, нет у него датчика этой самой влажности, да? Что-то, может и нет. Ну, да, в общем, он начинает не справляться. И что ты делаешь? Приходится включать обдув просто на лобовой. А, тогда сразу тебе дополнительно обдув включать, да? Да. Ну вот, для таких ребят, собственно говоря, для тех, кто хочет чего-то узнать о машине, и для тех, кто катается на этой машине, как я, и не знал, как бы, в самом начале, почему, собственно говоря, так хорошо в машине, да? А наверняка уже те, кто ездит на Кодиаке, поняли, что, ну, атмосфера в машине очень кайфовая. И особенно это чувствуется в городе. Особенно в городе. Я сразу это просек, передвигаясь в этих жутких пробках, когда там дышать нечем, на самом деле. Дышать нечем, а в машине сидишь нормально. Никакая рециркуляция, вот ты не видишь, что там она включена. Почему так происходит? Потому что, во-первых, ну, там фильтра стоят серьезные. В общем, это одно дело. И второе, значит, что этот климатическая установка считывает в шести датчиков вот этот все эти самые, все режимы, в которые ты находишься, и должным образом подстраивает. Вот смотрите, что пишут они. Дополнительно контролируется, извиняюсь, значит, климатическая установка в автоматическом режиме эффективно поддерживает желаемую температуру потока воздуха в обеих зонах, водитель, передний пассажир. То есть двух зоной поддерживает, да. А назад она просто дует через дефлекторы, и там только можно подачу воздуха прекратить или как бы уменьшить и так далее. Дело в том, это делают все практически. Но есть такие нюансы. Дополнительно контролируется влажность воздуха для создания приятного микроклимата и предотвращение запотевания окон. То, о чем я говорю. Автоматика климатической установки предотвращает также попадание в салон загрязненного воздуха и оценивает изменение интенсивности солнечного света, который проникает в салон через окна автомобиля и повышает температуру. Понимаете? Блок управления климатической установки обрабатывает сигналы от панели управления климатроник и измерена в величине от следующих шести датчиков. Датчик температуры в салоне автомобиля, датчик влажности в салоне автомобиля, датчик качества воздуха, датчик давления охлаждающей жидкости, три датчика дефлектора, датчик интенсивности солнечного излучения. который имеется в двух режимах. Это для автомобилей без обогрева ветрового стекла и для автомобилей с обогревом. То есть он еще может, точнее, не то что он может, а он делает, по крайней мере у меня, где есть обогрев лобовухи, он утром включаешь, если влажность такая, чувствуешь, что вот изморозь такая, заморозок может быть, он хоп на 2-3 минутки включает автоматически. Ты не видишь, что он включен, не горит лампочка. Он сам автоматически, ну конкретный Джарвис, понимаете, автоматически там хоп-хоп-хоп, его можно увидеть только на ГУ, когда посмотреть, какие приборы у тебя сейчас включены. Вот там смотришь, какие системы берут питание от аккумулятора. И там тогда видно, но кнопочки не горят. То есть он там сам себе подстраивает, включает, что-то выключает, и поэтому запотевания стекол практически нет никогда. Вот за этот год я ни разу не встретил, чтобы у меня там запотели стекла так, чтобы, значит, ну как-то неожиданно там что-то такое. Вот, понимаете, именно потому, что куча этих датчиков. И отсюда берется стоимость автомобиля. И именно отсюда вот таких мелочей, которые создают большое единое целое, вот, значит, копеечка, 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 понимаете. В Хавеле, видимо, этого нет. И в других машинах во многих этого нет, значит, либо работает недолжным образом. Здесь вот климат вообще, вот я 22 с одной стороны, 21 с другой, если летом сильно жарко, значит, 21, 20 с половиной с другой стороны. Все, я вообще не трогаю, никогда не кручу. Там работает отлично. Я включил и забыл вообще. А создается шикарное ощущение, значит, в салоне, понимаете. А если еще у вас там трехзонная климатическая установка, то по сравнению, вот пишут, с двухзонной, имеет, трехзонная имеет модифицированный климатический блок, который оснащен дополнительной заслонкой регулирования температуры и датчиком температуры сзади, понимаете. То есть, чтобы задний еще мог ставить. Но у меня двухзонная, поэтому... Вот то, что касается климатроника. Шикарно работает, нагревает, остужает быстро этот большой салон. Именно по той причине, что вот она напичкана всем этим, и поэтому исправляется. И второй момент. Это хотел сказать пару слов о системах, которые, собственно говоря, позволяют уверенно стоять в машине на дороге, уверенно передвигаться там. То есть, это могу за год точно сказать, что машина просто вот как, я не знаю, железобетонная. Я уже много раз это слово говорил, и когда ездил, и на скорости больше 200, там 213, по-моему, у меня было максимальное. Вообще вот она ровно стоит. Тут могу сказать, значит, в плюс, то я все минус, минус, минус. Тут в плюс могу сказать, во-первых, резине Yokohama, которая на скорости хорошо, уверенно чувствует. Она шумная резина. Она не очень хороша на каком-то, значит, таком, без асфальта покрытие. Ее немножко несет так. Но на асфальте она шикарно стоит. Машину никуда не таскает. Вот, скажем, на зимней, когда я из Питера ехал, вот когда там уже в высокой скорости, я чувствую, и начинает немножко, ну, шипованная резина, понимаете, она не предназначена для такого-то скорости. Я туда раз, там, ближе, там, 180-190 чувствую, она так немножко начала как-то. Ну, во-первых, и дорога, была постоянная дождь, какой-то снег, снежок. Ну, в общем, я не стал там, этот самый, баловаться, и поэтому поехал. Но резина вот, значит, Yokohama летом позволяет хорошо держать дорогу. Она шумит очень, но дорогу держит. Про системы, про системы хотел сказать. Вот, значит, там у меня спрашивали несколько каких-то было комментариев по поводу того, там, бездорожья, вот, режима бездорожья. Там, то есть, Илья, этот, значит, Илья, привет, с этого самого, с дизельного Кодиака, значит, все спрашивал, хочет поставить эту кнопку бездорожья, что он делает, а что она делает, это бездорожье, и так далее. Ну, вот, собственно говоря, хотелось сегодня немножко пробежаться по этому режиму, и там как раз будет понятно, какие системы задействованы вообще в машине. То есть, если, ну, я имею в виду АБС, там, ИСЦ, там, АСР, вот, и так далее. Я еще, помню, ездил на машинах тех, которые, значит, у которых не было даже АБС. То есть, АБС, это было, там, то есть, ножкой сам подтормаживал, там, так, 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 как положено. Ну, я не знаю, ничего, нормально ездили. Аварий особых таких не было, больше, чем сейчас их не было. Ну, машин, понятно, было меньше, но тем не менее. Пилоты были гораздо подготовленнее, чем сейчас. Сейчас многие на машину, там, надеются и, эй, ба-бах, и все. Ну, в общем, тем не менее, сейчас вот в этой машине, в этом Кодиаке, значит, ну, куча систем, я еще раз повторю, что она ведет себя очень устойчиво. На любых, вообще, покрытиях нет ее, входит в занос. То есть, на льду, конечно, она тоже, там, если ты, значит, крутишь туда-сюда, ее тоже занесет, но она держится до последнего. Вот до последнего. Там где-то есть видео, где мы вот с Ильей тоже, там, на льду просто катанный лед. Ну, вот конкретно, то есть, он без шипов, я на шипах. И мне просто поразило, как машина себя ведет, как разгоняется, как тормозит, самое главное. Разгоняются-то они более-менее там, ну, передний привод, конечно, там, отстанет. Вот, но, то есть, как она цеплялась, как прямо, как на лапах чувствуется. Тык-тык-тык-тык-тык, когда вот тормоз идет, прям сидишь в машине, он такой, тык-тык-тык-тык, перед, вперед, зад, зад, вперед, такой вот крест-накрест, как-то там, ну, АБС, когда срабатывает, тык-тык-тык-тык, и ровно вот так курсовую, так вот, направленность держит. Никуда вообще, вот никуда. Конкретный лед был, ну, посмотрите где-то видео, тут, или в описании, или, в общем, и она четко останавливается, прям, когда я интенсивно нажимаю, прям до полика, на льду нажимаю, тык-тык-тык-тык, прям ощущение, вот я точно, ну, как на драконе каком-то, который вот так вот, этот самый, когда он садится, да, вот он лапами так, тюк-тюк-тюк, с когтями своими, ну, шикарное ощущение, и за счет этого машина, конечно, гораздо безопаснее, чем другие представители. Так вот, значит, что там, что там, значит, режим бездорожья включает функции, которые помогают преодолеть сложные участки при езде за пределами дорог с твердым покрытием. Кодяг не обладает там супер какой-то проходимостью, у нее она достаточно низкая по сравнению с внедорожниками, да, но, тем не менее, значит, так они пишут, что, но и включение режима бездорожья не превращает ваш автомобиль в настоящий вездеход. Режим бездорожья охватывает следующие функции. ИСЦ, оффроуд, ИСЦ, это у нас электронная система поддержания курсовой устойчивости, раз, АСР оффроуд, это АСР антипробуксовочная система, два, ИДС оффроуд, электронная блокировка дифференциал, три, АБС оффроуд, ну, АБС, понятно, да, антиблокировочная система, и четыре, и пятая, ассистент движения на спуске. Значит, пробегусь немножко, чтобы вы понимали, система ИСЦ конкретно в режиме оффроуд облегчает езду по неукрепленному покрытию, при котором при легкой, избыточной или недостаточной поворачиваемости не происходит срабатывание ИСЦ, чтобы вы поняли, что в обычном режиме происходит. ИСЦ повышает устойчивость автомобиля в критических динамических ситуациях, например, при переходе автомобиля в занос, притормаживая отдельные колеса, чтобы сохранить направление движения. Притормаживать. Так вот, в режиме оффроуд, эта система срабатывает позже, давая автомобилю немножко прокручивать, буксовать колесами. По какой причине? Поскольку этот режим бездорожья работает на скорости до 30 км в час. Поэтому, ну, вряд ли вас куда-то там унесет на такой небольшой скорости. Но, позволяя немножко прокручивать колесам, то есть, позже включать эту систему, она помогает вам там тронуться или где-то вот в повороте пройти. Понимаете? Вот так работает. Следующее. АСР оффроуд облегчает водителю трогание с места на скользком или сыпучем покрытии, допуская частичное пробуксование колес. Тоже. Значит, срабатывает позже она. Это и первая АСР, и вторая АСР. АСР чего она вообще изначально? Она в обычном режиме предотвращает пробуксовку ведущих колес. При пробуксовке колес АСР уменьшает подводимую колесам мощность. То есть, немножко душит, да? Это облегчает движение по дорогам с низким коэффициентом сцепления. Ну, а если мы где-то в грязи или где-то в песке, нам надо, чтобы немножко он пошел в натяг, в натяг, в натяг пошел. Если АСР оффроуд не включить, он душит двигатель, и она глохнет вообще. В оффроуде она глохнет позже. Когда я делал активацию вот этих скрытых функций, опять же, прошу не путать, никакую прошивку мне не меняли, никакую там это, ничего не меняли. Просто галочки ставите, как в смартфоне, разрешить там. Вот, значит, мне вообще сделали так, что можно отключить вообще все системы. Ничего не душит, это тоже нужно автомобилю, если в какой-то крайней ситуации, когда надо грести до упора, да? Тогда все отключаешь, и она будет грести, пока там не лопнет. Ну, в общем, это было АСР. Следующий, ЭДС оффроуд поддерживает водителя при езде по поверхности с неравномерными сцепными свойствами, под разными колесами, и при переезде поперечных неровностей грунта. То есть, проворачивающееся колесо или колеса подтормаживается более интенсивно, чем при работе обычной системы ЭДС. То есть, если первые две системы немножко как бы снимали свой контроль, то остальные вот две системы, они наоборот, в этом режиме оффроуд усиливают контроль. ЭДС изначально подтормаживает одно из пробуксовывающих колес, тем самым переспределяет крутящий момент на другое ведущее колесо. Это облегчает движение по дорогам с разным коэффициентом сцепления по отдельными колесами ведущей оси. Чтобы тормоз приторможенного колеса не перегрелся, ЭДС автоматически выключается. Сразу после снижения температуры тормоза, ЭДС снова автоматически активируется. Понимаете, такая система? Есть еще XDS+, является дополнением к электронной блокировке дифференциала ЭДС. Функция ЭДС+, регулирует притормаживание внутреннего в повороте колеса ведущей оси на разгрузку колеса при быстром движении в повороте. То есть, XDS+, она действует в основном в повороте. Притормаживание отдельных колес предотвращает избыточную или недостаточную поворачиваемость автомобиля. Понимаете, да? Эти системы ЭДС, именно в ЭДС оффроуд, она усиливает еще свой контроль и повышает коэффициент, то есть, свой КПД, свое участие в работе. И АБС оффроуд помогает водителю эффективно тормозить на дорожной поверхности без твердого покрытия, например, в щебне или рыхлом снегу и так далее. За счет контролируемого блокирования система создает перед колесом клин из накапливающегося сыпучего материала, сокращая таким образом тормозной путь. Понимаете? Максимальная эффективность системы достигается, когда передние колеса находятся в положении для езды прямо. То есть, поэтому всегда говорят, что когда ты что-то где-то там застрял, да, но это даже еще без всяких когда-то систем, то чтобы машине были легче, не поворачивая руль там или туда. Для того, чтобы выехать, руль у тебя должен быть всегда прямо. Так колесам проще выехать из какого-то, куда ты там засел, понимаете? Вот. А у нас многие вот так вот и вот так вот пытаются там выехать. Ну, в общем, вот такие системы. И последнее это ассистент движения на спуске. С помощью автоматического притормаживания всех колес поддерживает постоянную скорость на крутых уклонах при движении вперед или назад. Ассистент включается автоматически при соблюдении следующих условий. Двигатель работает, режим бездорожья активирован, угол наклона составляет не менее 10%. Не нажата педаль акселератора, не педаль тормоза. То есть, вы отпустили вообще все педали, машина катится, бездорожье включено, и тогда он начинает автоматически сам потихонечку спускаться. Но я уже говорил, что режим бездорожья действует при скорости движения до 30 км в час. Рекомендуем активировать режим бездорожья в любой поездке по бездорожью. Вот понимаете, сколько систем? Это я сейчас про бездорожье, но вы поняли, что там это все дело активировано в обычном режиме. В обычном вот эти вот четыре системы, они работают даже без режима бездорожья, а именно при обычном движении. Это блокировка дифференциала, антипробуксовочная система, система поддержания курсовой устойчивости, ну и АБС, соответственно. Понимаете? Насколько это все дело слаженно работает, могу точно вам сказать, поскольку от этого кайф от езды, то есть безопасность и кайф. То, что в поворотах, вот этот EDS+, шикарно работает, то, что там мне еще немножко его подкрутили, накрутили, чтобы он пораньше срабатывал при этих активациях, то вообще это прям ощущается, это прям четко ощущается, когда влажный немножко асфальт, и ты начинаешь в повороте там, ну так, больше соточки заходить, такой крутой поворот, прям чувствуется, что хоп-хоп-хоп, она прям как вгрызается, она вот держит за счет этого подтормаживания, значит, внутренних колес, да, там, то есть перераспределяет мощность и хоп-хоп-хоп прям заходит. Ну, это понятно, что должно быть в рамках разумного, но прям чувствую, как вот помогает машине. Большой машине, достаточно высокой, да, объемной, хорошо управлять, хорошо держать на дороге. Вот, ребята, из чего складывается стоимость автомобиля, понимаете? Назвать пустой консервной банкой, но нельзя ее, нельзя, неважно какой там шильдик, я никогда не выбираю машину по шильдику, вообще никогда не выбираю. Я вот раз пришел, посмотрел, и пропал, понимаете? А еще, если узнал там, как она едет, как она, значит, как она чувствует себя на дороге, то все. А когда еще читаешь вот это, думаю, елки-палки, вот это да. Я думаю, что так хорошо на ней ехать, понимаете? А там куча, казалось бы, незаметных, незаметных систем, работает на твой вообще вот этот вот комфорт, и ты действительно в машине чувствуешь себя замечательно. Или вот такая история, подъехали вы куда-то, да, и забыли из драйва поставить на паркинг. Держите на тормозе, да, вас тут кто-то позвал, или вы хотите выйти посмотреть, там, правильно ли вы встали, или что-нибудь такое, но на паркинг не поставили. Давайте посмотрим, что происходит. Открываете дверь, пишет, переведите рычаг селектора в положение П. И слева, видите, значок красный. Это встала на ручничок машинка. И я педаль отпускаю, а она не едет. На драйве она не едет, и тебе сигналит постоянно. Закрываю дверь. Она не едет, потому что она на паркинге. Я ничего педали не держу. Теперь я нажимаю на тормоз, на газ нажимаю. Выключите стояночный тормоз, видите, пишет. Не хочет его отпускать. Хочет убедиться, что ты тут присутствуешь. Я нажимаю на тормоз, снимаю ручник, и теперь вот поехал. Ну, это ли не кайф? Это ли не интеллектуальная вообще машина? Всем, ребята, здоровья! Берегитесь от этого коронавируса. Посидите дома. Я думаю, давайте, может быть, напишите в комментариях. Хочу, может быть, какой-то прямой эфир сделать. Многие же сейчас сидят дома. Давайте, пишите, я выйду, когда там, скажите, какое время. Вечером или днем, когда лучше. Поболтаем, напишем, спишемся, что там. Отвечу на вопросы, на ваши там какие-то постоянные. Ну, в общем, давайте на связи. Всем здоровья, удачи, успехов. Пока.